Здравствуйте, ребята! С вами Надежда Николаевна. Добро пожаловать на канал Баба Надя. Сегодня я делаю попытку начать читать вам произведение Эдуарда Успенского о дяде Фёдоре и о простоквашине. И так называется история «Весна простоквашина». Приготовились, сели удобно. И я тоже набираю воздуха в лёгкие. Однажды дяде Фёдору в простоквашина посылка пришла, а в ней письмо лежало. Дорогой дядя Фёдор, пишет тебе твоя любимая тётя Тамара, Бывший полковник Красной Армии. Тебе пора заняться сельским хозяйством, Как для воспитательности, так и для урожая. Морковь надо сажать по стойке смирно, Капусту в шеренгу через одного. Тыкву по команде вольно, Желательно около старой помойки. Тыква всю помойку высосет и станет огроменной. Подсолнух хорошо растёт подальше от забора, Чтобы его не съели соседи. Помидоры надо сажать прислонёнными к палкам. Огурцы и чеснок требуют постоянного удобрения. Это я всё прочитала в уставе сельскохозяйственной службы. Семена я покупала стаканами на рынке И все ссыпала в один мешочек. Но ты на месте разберёшься. Не увлекайся гигантизмом. Помни о трагической участи товарища Мичурина, Который погиб, упав с огурца. Всё, мы всей семьёй тебя целуем. От такой посылки дядя Фёдор пришёл в ужас. Он отобрал себе несколько семечек, Которые хорошо знал. Он посадил на солнечном месте Семечки подсолнуха. Посадил около помойки семечки тыквы. И всё. Скоро у него всё выросло. Вкусное, свежее, как в учебнике. Зато почтальон Печкин Набил полные карманы семян И побежал их разбрасывать на свой участок. У дяди Фёдора было немного работы. Он только поливал свои семена И убирал сорняки. Матроскин и Шарик занялись капустой. Шарик задними лапами землю вскопал Лучше любого трактора. Матроскин всё у соседей Про уход за капустой узнал. И посадил рядом с каждым кочаном капусты Огурец. И в середину каждого кочана Он запихнул один огурчик. И когда осенью кочан закрылся Внутри него всю зиму Находился свежий огурец. А у Печкина выросло много чего. Прежде всего, отличные сорняки. Потом что-то похожее на морковь. Только размер был какой-то невиданный. Каждая морковка была не больше спички. Что касается кабачков, ему повезло. Их выросло больше тысячи. И все они поместились в одну кастрюльку. Осенью дядя Фёдор собрал друзей и сказал Всё, с самодеятельностью кончаем. Всю зиму будем читать книги Издательства АСТ про огороды. А потом я приму у вас экзамен. Только после этого вам будет Открыт путь в огород. И это правильно, ребята. Ведь посмотрите, что случилось. Случилось то, что тётя, Которая служила-то в армии, Сама тоже не занималась никогда огородом. Вот она всё командовала, докомандовала. Любила всех строить. То в шеренгу, то команду в войну. Война давать. Вот так получилось. Что-что она натворила? Семена-то покупала она в отдельности. А что натворила? Почему она их все сыпала в один мешочек? Разве так можно поступать огороднику? Ведь, наверное, вы заметили, что если у кого-то из вас есть какой-то навык, Вы видели, как это делают взрослые на огороде, То вы заметили, что все семена находятся по своим пакетикам. Огурцы в одном пакетике. Огурцы в одном пакетике. Можно перепутать с какой-то другой травкой. По-моему, с семенами... Ну вот, так быстро хотела вам сказать, с какими семенами. С семенами петрушки. Вот. Но вы знаете, хорошие огородники отличают семена петрушки от семян морковки. И знаете как? Они просто берут несколько семян в рот, Пережевывают их и по вкусу определяют. Потому что морковка будет слаще. А петрушка будет вот прям давать аромат петрушечки. И немножечко такую чуть-чуть горчинку. Ну вот такие секреты рассказала я вам Вместе с историей про дядя... Про дядин Фёдора. Эксперимент на огороде. Ну спасибо, вот, почтальону Печкину, Что он прямо всех заставил изучать все про семена. С вами была Надежда Николаевна. Ставьте лайки. Потому что вам сказочка, а мне лайков вязочка. Нажимайте колокольчик. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok